Берлин 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 В «Плац» находится здание железнодорожного вокзала телебашне и Часы мира, гостиница «Паркин», дом учителя, Старая церковь Святой Марии и фонтан дружбы народов. Александр Плац – площадь оживленная и внешне она отличается от других площадей Центра Берлина, она смотрится более современной за счет зданий, построенных уже в послевоенное время, а наличие вокзала и остановок общественного транспорта делает ее средоточением городской жизни. Как только мы покинем площадь и пройдем немного к реке Шпрее по Карл-Липнехт-Штрассе, окажемся в обществе впечатляющего архитектурного, исторического и культурного феномена, что получил название «Музейного острова». В комплекс входит сразу пять самых грандиозных музейных экспозиций Берлина. Отдавая должное величию строений их впечатляющим коллекциям, в 1999 году комплекс был отнесен к всемирному наследию ЮНЕСКО. На музейном острове также расположился Берлинский кафедральный собор. Архитектору Юлиусу Рашдорфу за 10 лет строительства с 1894 по 1905 годы удалось создать восхитительное религиозное сооружение в стиле барокко. Внешне Берлинский собор немного напоминает Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Та же пятикупольная конструкция с расположенным по центру самым крупным куполом. В наши дни Берлинский собор достигает высоту 98 метров, но до Второй мировой войны он был еще выше – 114 метров. Посетители могут полюбоваться собором, а также пройти в склеп династии Гогенцольверна. Чтобы впечатления от знакомства с храмом были полными, не пренебрегайте возможностью посетить смотровую площадку и послушать орган. После посещения Берлинского собора можно отдохнуть в сквере Люстгарден, посмотреть на фонтан и снова в путь через мост. Следующая точка маршрута – Унтерден-Линден. Унтерден-Линден считается главным бульваром Берлина. Его протяжность – 1390 метров, максимальная ширина достигает 60 метров. Обилие зданий, выполненных в стиле барокко, делает Унтерден-Линден монументальной и грандиозной. На этой улице расположились такие достопримечательности Берлина, как дворец Краун-Принцев, возведенный в середине 17 века в стиле позднего классицизма, Берлинский кафедральный собор, который вы уже осмотрели на музейном острове, Исторический музей, Университет имени Гумбольта, Музей Мадам Тюссо и Цейк Гаусс, иначе Арсенал, построенный в самом конце 17-го столетия. Здание, в котором находится один из престижнейших университетов Германии, в середине 18 века было дворцом принца Генриха. Университетом оно стало полвека спустя, в 1810 году. Альма-Матер получила свое имя благодаря основателю, дипломату и лингвисту Вильгельму фон Гумбольту, который был первым руководителем университета. В университете имени Гумбольта в разное время учились, преподавали и занимались исследованиями братье Гримм, Георг Гегель, Йоганн Фихте, Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Альберт Эльштейн и Макс План. Примечательно, что Унтерден Линден – одна из немногих улиц в Европе, которая имеет точную дату своего образования. Дело в том, что когда-то великий Курфюрст Фридрих Вильгельм, по прозвищу «Самый хитрый лист Европы», проживая в своем замке Курфюрста в Бранденбурге, имел привычку выезжать в свои угодья поохотиться. Весь путь от замка до охотничьих угодий ему приходилось преодолевать под солнцем на жаре. Однажды ему это надоело, и 16 апреля 1647 года он отдает приказ засадить весь этот участок липовыми и ореховыми деревьями. Со временем эта липовая аллея превратилась в одну из самых благородных аристократических улиц Берлина. Сегодня все липы здесь пронумерованы. Но гулявшись, сворачиваем на Бебельплац. Это еще одна знаменитая Берлинская площадь. Она появилась в Берлине в 1741-1743 годах, как пространство перед зданием Берлинского оперного театра. До середины прошлого столетия Бебельплац носила название «Площадь императора Франца Иосифа». Своё современное название это место получило в 1947 году, после кардинальной перестройки ансамбля и реставрации поврежденных во время обстрелов зданий. В настоящее время площадь выглядит следующим образом. В центре расположился построенный в середине 18-го столетия неоклассический собор Святой Едвиги. Слева от него – барочное здание оперы. А справа от собора – еще одно здание в стиле барокко – государственная библиотека. Бебельплац – просторная и необычайно красивая площадь. Смешение стилей барокко и неоклассицизма создают уникальную гармоничную композицию. Интересный факт. Именно на Бебельплац в 1933 году нацистами были сожжены книги антинемецких авторов Манна, Маркса и Фрейда. В наши дни об этом событии напоминает стеклянная плита в центре площади, под которой вниз под землю уходят пустые книжные стеллажи. Кафедральный собор Святой Едвиги на площади Бебельплац – главная католическая церковь Берлина. Собор был возведен в стиле неоклассицизма во времена императора Фридриха II в XVIII столетии. Это был первый на территории Пруссии католический храм. Тогда основной конфессией в стране было лютеранство, но из-за резко возросшего количества эмигрантов из Силезии император решился на возведение католической церкви. Ее назвали именем святой покровительницы Силезии и Бранденбурга – Святой Едвиги. Строительство храма длилось более 25 лет и было закончено в 1773 году. Прообразом нового собора стал римский пантеон. Именно поэтому церковь Святой Едвиги венчает такой необычный купол. Сегодня в соборе находится резиденция архиепископа Берлина. Насладившись богатым убранством собора, проследуем полквартала по францези Шерштрассе и через несколько мгновений перед нами откроется удивительный вид на одну из самых посещаемых площадей столицы – «Жандарменмаркт». Необычное наименование площади связано с полком кирасирских жандармов, что в XVIII веке использовали ее для размещения помещений для лошадей и блокпостов. Изначально площадь носила название «Эспланада». Своё нынешнее название она получила в 1799 году. Долгое время здесь находились караульный пост и конюшни французской гвардии. В середине XX века площадь переименовали «Площадь Академии», но после воссоединения Германии ей вернули историческое имя. Сегодня же площадь является образцом победы технологий над временем и включает в себя множество отелей, современных магазинов и кафе. Именно здесь можно выпить чашечку прекрасного кофе, наслаждаясь открывающимся видом. На площади «Жандарменмаркт» расположились сразу три достопримечательности – немецкий собор, французский собор и концертный дом. На месте немецкого и французского соборов, которые украшают площадь, когда-то стояли простые церкви, возведенные после 1701 года по приказу короля Фридриха I. Концертный зал строили с 1817 по 1821 год на месте сгоревшего национального театра. Проектом руководил Карл Фридрих Шинкель. Во время войны «Жандарменмаркт», как и многие берлинские достопримечательности, была разрушена. Площадь окончательно восстановили много лет спустя. Уже после войны перед концертным залом установили памятник великому поэту Фридриху Шиллеру, который нацисты снесли в 1935 году. Нагулявшись по самой красивой площади столицы Германии, двигаемся дальше по Шарлоттенштрассе. Или Фридрихштрассе. Как вам больше нравится. Несколько следующих достопримечательностей расскажут о печальных событиях истории Берлина. И если они вам не интересны или не соответствуют вашему настроению, пропустите их и вернитесь на Унтерден-Линден. На улице Фридрихштрассе находится контрольно-пропускной пункт «Чекпоинт Чарли», который имеет важное историческое значение. Это один из пропускных пунктов у Берлинской стены, где могли проходить иностранцы, дипломаты и военные. Удивительно, что этот пропускной пост сохранился со времен, когда страна была разделена на две части огромной стеной. Функционировал «Чекпоинт Чарли» с 1961 по 1990 год. Здесь же можно посетить музей, посвященный тому историческому периоду, в стенах которого можно встретить еще много символов негласного противостояния двух сверхдержав. Продолжаем прогулку по Циммерштрассе или Кохштрассе до музея под открытым небом «Типография террора». На территории информационно-выставочного центра представлены экспонаты, иллюстрирующие преступления фашистов и документальные подтверждения трагических фактов исторического прошлого. Дальше движемся по Вильгельмштрассе. На Лейпцигской улице сворачиваем налево и идем к Потсдамской площади. Площадь Потсдаммерплац – это современный центр города. Здесь самое большое сосредоточение небоскребов и ультрасовременное здание Сони-центра. От Потсдаммерплац движемся в сторону Брандербургских ворот по улице Эберштрассе. Здесь вы точно не пропустите мемориал погибшим во времена нацистов евреям. Памятник Холокоста представляется бы лабиринт из 2711 колонн, напоминающих безымянные надгробия, и подземный выставочный зал. Бранденбургские ворота – символ столицы Германии. Сейчас они находятся в центральной части города, а когда-то располагались на окраине и вместе с еще 13 аналогичными сооружениями обозначали границы Берлина. Построенные Бранденбургские ворота были в честь окончания 30-летней войны в 1791 году и первоначально носили название «Ворота мира». Инициатором строительства был Фридрих II. Прототипом послужили афинские пропеллеи Акрополя. Бранденбургские ворота – сооружение грандиозное. Их высота достигает 26 метров, а ширина – 66 метров. Это триумфальная арка из 12 колонн в дорическом стиле, украшенная статуей богини Виктории, управляющей колесницей. Архитектурный шедевр вызвал восторг не только у берлинцев, но и у Наполеона Бонапарта. Как только французская армия вошла в немецкую столицу, великий завоеватель приказал снять скульптуру Виктории и отвезти ее к себе на родину. По его мнению, столь восхитительный символ победы не мог оставаться в городе, который завоевали. Лишь после того, как армия императора была сокрушена, а сам он отправился в ссылку, квадригу с богиней вернули на прежнее место. Через Бранденбургские ворота проходила знаменитая Берлинская стена, и они стали символом разделения Берлина в 20 веке. Каждый уважающий себя турист, который побывал в Берлине, обязан сделать несколько памятных снимков на фоне этого грандиозного творения эпохи классицизма. Перед воротами лежит Парижская площадь. Здесь вы увидите здание самой дорогой и респектабельной гостиницы «Адлон», Академию художеств и посольства различных стран. Центральное место среди них занимает посольство США. Особое значение в нашем путешествии имеет одно из самых знаменитых правительственных зданий во всем мире. Рейхстаг расположен рядом с Бранденбургскими воротами по направлению к реке. Автором архитектурного проекта является гений своего времени Пауль Валут. Строился Рейхстаг 10 лет, в период с 1884 по 1894 годы, и в результате был создан прекрасный образец в стиле нового ренессанса с элементами барокко. Во время последней войны здание было почти полностью разрушено. Но немцам удалось в сжатые сроки не только восстановить Рейхстаг, но и вернуть ему былую мощь и утраченное уважение. Сегодня здесь принимаются решения, которые не просто важны для страны, но и могут существенно повлиять на ход мировой истории. Германия сегодня является одним из сильнейших членов Европейского Союза. Единственное, что не удалось восстановить на здании Рейхстага, это его знаменитый купол. Спустя несколько лет на его месте появился другой, стеклянный купол, который включает в себя и смотровую площадку. Кстати, попасть на площадку может каждый желающий. Достаточно всего лишь пройти несложную регистрацию на правительственном сайте. Поздравляем! Маршрут Берлин за один день пройден. Восхитительный, впечатляющий, поражающий все эти определения о Берлине. Сочетание архитектуры разных эпох, современные широкие проспекты, сменяющиеся средневековыми узкими улочками, площади и сады создают уникальный облик города. Обойти столицу Германии и узнать Берлин за один день практически невозможно. Однако надеемся, что наш маршрут поможет вам пополнить копилку своих туристических впечатлений и провести один по-настоящему увлекательный день в Берлине.